Друзья, рады витать всех, кто вас знал. Вы на ютуб-канале Пабрика Новых. Мои имя Юрий Бибик. Будь ласка, не забудьте подписаться на наш ютуб-канал, поставить лайк, залишать комментарии. Все это для нас надзвичайно важливо. Мехис, пан Михаил Костьянов, российский оппозиционный политик, экс-премьер-министр России. Михаил Михайлович, здравствуйте, рад видеть вас. Рад приветствовать. Да, здравствуйте, здравствуйте. Рад быть в программе. Спасибо огромное, что вас там. Да, спасибо. Хочу с вами еще предмет на экономику обсудить. Это всегда интересно. И вот с чего конкретно начать. Дело в том, что, по-моему, два дня назад были введены санкции США и Великобритании по отношению к Мосбирже. И там сразу прекратились торги. Сразу, значит, вышел Центробанк Российской Федерации с заявлением. И получается так, Михаил Михайлович, что ЮАН теперь станет основной иностранной валютой России. Ну, вот прозвучало такое заявление, я так понимаю, уже официально. А у Горица там паника началась, да, курс что-то начал проявлять. Что это все значит? К чему это может привести? К каким последствиям? Ну, про ЮАН я уже последние полгода регулярно об этом говорю, поскольку это совершенно очевидная тенденция. Но то, что последние санкции американские против Мосбиржи или там депозитариев, значит, это вопрос, так сказать, санкций против механизма, против доллара. Потому что никакая страна, являющаяся эмитентом своей валюты, нас заинтересована в расширении использования валюты, а не в сокращении. Поэтому американцы никогда не пойдут на запрет использования доллара, так же, как Европейский Союз не пойдет на это. А вот механизм нормального рыночного адекватного определения курса доллара к национальной валюте в рублю, вот этот механизм попал под санкции. Сколько американцы там посчитали, что диржевые торги немножко скрываются, в том числе разные потоки, которые могут использоваться для финансирования военной машины. Теперь, конечно, в этой связи никакого кризиса и краха нет и не будет, но то, что российская финансовая система и монетарная политика, в принципе, отброшены теперь в начале 90-х. Это как в начале 90-х было, когда, так сказать, банки доминировали везде, они были главными вообще в экономике, сейчас это будет примерно то же самое. То есть банки будут определять, по какому курсу покупать, то есть разница между стоимостью покупки доллара и стоимостью продажи будет большой. Центральный банк будет ориентироваться на эти сделки, которые будут делать банки. Банки будут пытаться выкачивать максимальную прибыль, используя эту ситуацию. В общем, такая начинается бахханалия. Будет, конечно, черный рынок, это будут двойные курсы, поэтому это, конечно, все создат проблемы для предприятия, но и для граждан. Но хаоса какого-то, конечно, это не будет, это будет значительное увеличение издержек, то есть стоимость приобретения валюты будет большей. Но надо понять, что это не многих в России волнует, использование валюты. Это тот средний класс, который по-прежнему нуждается в иностранной валюте для того, чтобы съездить на ОТО в Турцию или в Египет, куда они регулярно ездят. Но это незначительный объем. Поэтому, безусловно, сейчас банковский сектор получает механизм, я имею в виду коммерческие банки, которые все уже давно находятся в владении путинских друзей-олигархов или бизнесменов от ФСБ. Поэтому, конечно, они все будут давить на центральный банк, который должен будет устанавливать курс, подняв палец и послушав их рассказы, устанавливать курс национальной валюты. Поэтому он не обязательно будет адекватным, он будет приближен к тому, что хотелось бы центральному банку. Я думаю, что он будет держаться в коридоре 90-100, если каких-то дополнительных событий санкционных не произойдет. То примерно такая будет схема межсобойчика. Для российских граждан ничего хорошего нет. Но, наверное, я просто сейчас не могу сказать, как американцы видели прохождение средств для финансирования военной машины через биржу. Ну, видимо, что-то такое, они и прикроют это дело. Мы увидим ближайшие месяца, два, посмотрим, как это будет функционировать. Эти схемы, видимо, вскроются, которые американцы решили закрыть путем наложения санкций на московскую биржу. Михаил Михайлович, вам, как никому другому, очень хорошо известно о самых слабых, уязвимых местах российской экономики. Вот я хочу спросить, что нужно сделать для того, чтобы вот тот самый крах или хаос, о котором мы сегодня с вами вспоминали, он действительно наступил? То есть какие есть механизмы и как их можно применить для того, чтобы действительно это было ощутимо? Ну, единовременно, я думаю, ничего такого сделать невозможно, поскольку, ну, смотрите, если мы говорим о проблемах не сегодняшнего дня, а о проблемах среднесрочной перспективы, то главная проблема, конечно, демография. В России не хватает рабочих рук. И то, что отплыв, скажем так, мигрантов значительный, и то, что мобилизация и задействование рабочих рук на поле боя в качестве мяса, значит, безусловно, это усугубляет эту ситуацию. И все это начинают понимать. Было ясно прежде, что наступает демографическая яма, а ситуация последних лет, которую Путин создал сам, она еще усугубляет эти проблемы. Это первая проблема. Но, конечно, главное, что экономика зависит от доходов от нефти и газа. По газу количество доходов увеличилось, сократилось серьезнейшим образом, когда Путин сам отключил газ от Европы. Европейский рынок утрачен полностью. Вы видите, что за 25 лет впервые Газпром в прошлом году получил убыток примерно в 7 миллиардов долларов, а годом ранее он получил прибыль, чистую прибыль, там, 13 миллиардов долларов. То есть, фактически с Газпромом все ясно. Это уже, так сказать, потерянная организация, которая восстановиться не может. Плюс все те проекты, которые связаны с жиженым газом, они все подпали под санкции, под технологические санкции. И Новотек, другая газовая компания, которая сильно занимается и инвестирует, в том числе в Арктике, в новое месторожение и строительство заводов по сжижению газа, и Танкеров тоже попала, не она попала, а всеми технологиям, и инвесторы все, которые были соучастниками этого проекта, все прекратили это участие. Поэтому с газом уже проблема ясна. И Путин бьется в китайские двери для того, чтобы Китай согласился строить вместе с путинской Россией второй проект, так называемый «Сила Сибири-2», для того, чтобы какие-то объемы, все равно это будет неполное замечание. Если даже этот проект будет реализован, будет неполное замечание тех объемов, которые были отправлялись, экспортировались в Европу. Но Китай, это будет важнее. Турция сокращает свои поставки. Турция 7% своего потребления переключила от России на Соединенные Штаты. Сжиженный газ Соединенных Штатов теперь идет в Турции, и 7% потребления уже это так. Более того, Турция вообще сократила экспорт в Россию за первый квартал этого года на 30%. То есть, один из надежных пониманий Путина, партнеров, в которых он опирался, окно в цивилизованный мир Турции, для него, ну, не закрылась, но сильно, сильно призакрылась. Теперь вопрос с Китаем. Вы видите, значит, введение санкций по газу. Я сейчас закончу эту тему по газу. Председатель Си отказал Путину вновь, он уже второй раз ездит уже и премьера, посадал туда уже два года, и они сдвинуться не могут, потому что Китай требует больших скидок. Если по первому проекту «Сила Сибири-1» Китай получает российский газ со скидкой 40% от мировой цены, 40% от мировой цены, то по второму проекту это требует большей скидки, то есть фактически, ну, полцены, а может даже и больше, значит, там, да, то есть фактически ставит путинскую Россию, но в такое очень подчиненное, очевидное подчиненное положение снабжаться такого, значит, да. Поэтому, поэтому ситуация такая. Но главный вопрос, это, конечно, и доходы от нефти. И, конечно, мир не может ставить целью прекратить закупки российской нефти, поскольку заместить эти объемы, которые дает Россия на мировом рынке, нечем. Нет таких объемов ни в одной стране, где можно было увеличить объемы добычи и экспорта, чтобы заместить полностью российскую нефть. Поэтому цели «семерка» ставит, значит, не сократить объемы российской нефти, поступающей на мировой рынок, а сократить доходы от того же объема. И поэтому вот это вот, то, что потолок или ценовое ограничение в 60 долларов за баррель российской нефти введено, оно работало. Сейчас, вы знаете, все пакеты санкций, они направлены как раз на то, чтобы не было обхода ранее введенных санкций, которые, в принципе, в прошлом году, в начале их введения работали очень эффективно, поскольку в два раза снизились доходы от нефти в связи с введением этого потолка цен на нефть. Поэтому сейчас эти жесткие санкции, и видим, и американский Минфин уже несколько раз объявил об этом, что мы будем очень сильно, значит, карать всех, кто будет пытаться обходить. И сейчас банки иностранные просто, они шарахаются от любых сделок. И это уже видно. Даже вот сейчас, после введения санкций против московской биржи, но китайские банки временно прекратили платежи, боясь, что по ним будут введены вторичные санкции. Но посмотрим, как будет дальше, или сейчас будет полный переход на юань. Из чего вы начали ваш вопрос? Конечно, юань уже стал резервной валютой для путинской России уже, так сказать, в протяжении последнего года. И сейчас это принципиальное связь, то есть ориентир, чтобы не улететь вообще в небеса и не в понимание, что такое рубль, хотя бы подсчитать через китайский юань, где находится рубль. Поэтому, безусловно, эта ситуация ухудшается. Но краха, как такового, нет. Нет таких причин. Поэтому Путин сумел перевести экономику на военные рейсы. Предприятие работает в три смены. Производит снарядов, вы знаете прекрасно, в пять раз больше, чем Евросоюз. С Америки, значит, пока не построены новые заводы. Поэтому это все функционирует. Но это не может функционировать долго. Путин понимает, что война на истощение, которую он считает, что он пережмет Украину, поскольку у него больше иллюскорий ресурс у Путина и экономический потенциал. Но это не может, война на истощение длиться долго. Год, два года максимум. После этого начнутся огромные проблемы в экономике. Накопление всего то, что я сейчас обозначил, многие эти вещи. Демография там серьезная вещь. Плюс, конечно, терпение народа, которое никто замерить не может. Но придется Путину делать дополнительные мобилизации, если это будет происходить. Вы видите, что растут объемы выплат контрактникам. Путин пытается деньгами сейчас всех на фронт стянуть. И вот даже уже единовременные выплаты в одном регионе выросли до полутора миллионов. Помимо ежемесячной зарплаты воинского содержания, там 210 тысяч рублей, еще полтора миллиона выплат единовременной. Поэтому это уже очевидно, что спрос или интерес среди тех бедных регионов и тех нищих людей, которые готовы идти убивать других ради денег, что этих людей уже становится все меньше и меньше. И скоро эта система не будет функционировать. Это означает всплеск, новый всплеск, это мобилизация, это новые социальные негативные ощущения, как минимум, которые могут привести к другим последствиям. — Михаил Михайлович, я не люблю, знаете, романтику в эфире, наивность. И сразу хочу попросить прощения. Но вот вопрос следующего содержания, если позволите, адресую вам. Вот смотрите, если Россия, если Китай сейчас торгуется с Россией, там дисконт 40%, а дальше там по второму кейсу этой силы Сибири там может быть еще больше. И понятное дело, что сейчас там идут торги. Я хочу вас спросить, а Запад может каким-то образом договориться с Китаем, дать какие-то плюшки, предложить какие-то, в том числе в виде СПГ, да, тоже со скидкой, но чтобы китайцы не покупали у России газ. Это возможно или это действительно романтика? Да, нет, смотрите, Китай, ну, самостоятельное государство, мощное государство, вторая экономика в мире. Они не то, что там мучаются от нехватки ресурсов, они закупают их свободно. Это ресурс на мировом рынке. И у них вся инфраструктура построена, все есть, ничего не надо. Но просто здесь под боком есть один человек, который говорит, возьмите меня подешевле. Брос свой товар фактически. Китай из-за этого, из-за этого идет на закупки российского газа. А не из-за того, что это идет диверсификация вместо замещения, скажем там, ближневосточного газа, значит, на российский. Нет, такого нет. И объемы в общем энергетическом балансе Китая, объемы, которые занимает российский газ, небольшие совсем. Поэтому это не вопрос, скажем так, создания правильной концепции энергетического баланса, а вопрос просто, так сказать, замещения дорогого или более дорогого на дармовой, на дешевый. Поэтому никто не собирается за полцены Китаю продавать, чтобы Китай не покупал Россию. Все это понимают, и Китай с ней очень снисходительно к этому всему относится. Значит, и в мире, и на американце, и все другие прекрасно понимают политику Китая в отношении России. Другое дело, пытаются ограничить, чтобы Китай не поставлял компоненты, которые используются для производства вооружений. А в других вещах они не могут давить и запрещать на такие вещи, поскольку существует общий энергетический рынок, и, безусловно, все заинтересованы, чтобы он был сбалансирован. Хочу вас еще спросить, поскольку времени не так много, о том, что происходит в ОДКБ, как ни странно. Ну вот, например, издание «Политика» пишет о том, что Лукашенко тайно передал Азербайджану оружие перед войной с Арменией, и из-за этого Пашинян объявил о намерении выйти из военного союза, посчитав это предательством. Вот буквально цитирую это издание. Какое будущее в ОДКБ? Что будет между Белоруссией? А, и, кстати, вот что очень важно, журналисты пишут, конечно, что Лукашенко не пошел бы на этот шаг, не получив зеленый свет предварительно от Путина. Как бы вы это прокомментировали? Ну, вероятно, это так и есть. Я думаю, что реакция Пашиняна совершенно справедливая, поскольку эта организация для него не дает ничего ровным счетом и рассчитывает просто, что, конечно, дружбу с Москвой и поставки газа, электроэнергии, и что там еще спасут. Значит, они, ну, на протяжении уже многих лет было понятно, что это все равно Россия, путинская Россия использует это дело как создание зависимости. Поэтому понятно, что Пашиняна ведет плавную, но очень последовательную линию на отделение, значит, прекращение зависимости в разных сферах жизни, в том числе военной сфере от путинской России. Я считаю, что это правильная, плавная позиция по созданию себя более независимой и формированию новых друзей. Конечно, Армения много очень ориентировалась на свои диаспоры, а главная диаспора это в России и в США в Лос-Анджелесе, но третья еще во Франции. Поэтому эти, конечно, страны для нее ключевые, поскольку эти диаспоры всегда были донорами во многих проектах, включая инфраструктурных проектах в Армении. Поэтому я думаю, что это плавная позиция, но главное, что совершенно здравая позиция руководства Армении по признанию международных признанных границ Азербайджана и Армении, значит, то, что уже Смышнян согласился, а дальше уже создание мира, это, конечно, мирный договор на основе взаимоприемлемых соглашений. Тут это совершенно отличается, там нет, так сказать, агрессии одной стороны против другой. Есть давно не отрегулированный территориальный конфликт, который может быть отрегулирован при поддержке страны, поддержке Украины, поддержке Армении в строительстве уже своего демократического государства, поэтому я вижу, что они этот путь выбирают. Скоро в Штатах выборы, значит, дебаты соответствующим образом будут в конце, по-моему, уже этого месяца, в конце этого месяца и в сентябре в два этапа будут идти дебаты. И вот о чем пишет пресса в последнее время, я обратил внимание, нарратив следующий, значит, что состояние Байдена ухудшается, то есть, вот цитирую западные СМИ, состояние Байдена шокировало союзников на саммите G7, он хуже, чем когда-либо был. И об этом состоянии не только его плавный конкурент, да, Дональд Трамп говорит и постоянно толкает эту мысль в прессу, но и сама пресса об этом бесконечно пишет и без Трампа. Плюс, значит, у него-то проблемы с сыном, судебный процесс, у Трампа есть проблемы, у него тоже там кейсы и так далее. Как вы это все видите? Как будут события дальше развиваться? И что будет после этих выборов? Как изменится мир? И повлияют ли эти выборы на ситуацию в Украине? Предсказать это очень тяжело, значит, но в отношении самочувствия президента Байдена мне кажется бессмысленно скрывать, что у него самочувствие не самое лучшее, поэтому пресса в Америке пресса свободная и кусачая, поэтому, безусловно, там никто даже не задумывался что-то такое там с кровати сделал. Но вопрос главный, который вы задаете, что будет дальше, безусловно, рейтинги обоих кандидатов близки друг к другу, значит, хотя многие считают, что Трамп неизбежно победит, но проблемы, которые вокруг него, вокруг Трампа существуют, я имею в виду все эти уголовные дела, а теперь он еще признан еще виновным по уголовному делу решением присяжных, значит, что в американском сознании это серьезный такой шаг, поэтому многие, особенно не фанаты Трампа, те неопределившиеся, могут не голосовать за него, поэтому у Байдена есть хороший шанс победить, и в них рейтинги даже сейчас, значит, они недалеки друг от друга, но что касается ухудшения здоровья, значит, ну, будем считать, что это временно, и посмотрим, как это будет вести себя сейчас на этом предстоящих дебатах в конце июня, которые обещаны были, посмотрим, как это будет, значит, после этого можно будет судить, значит, ну, что будут делать демократы на своем конгрессе, значит, туда вот там в конце июля, в начале августа, по определению уже официальному номинированию кандидата от партии, это вот будет, я понимаю, так в ближайший месяц и определяться, значит, мне сейчас сложно сказать, какие-то альтернативные варианты у демократов, будут ли какие-то альтернативные варианты у демократов, по-моему, там не очень-то они существуют, вот, поэтому это очень будет интересное наблюдение. Последний вопрос, на Украину как-то повлияет, если Трамп победит, или если победит Байден? Повлияет, 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 значит, ну, смотрите, я вот уже несколько раз призываю в ваших канале и в других, значит, говорю о том, что, чтобы мир избавился от угрозы путинской, нужна победа Украины, ну, это украинское руководство, украинский народ так считает тоже, значит, для того, чтобы это сделать, нужно удвоить помощь Украине, вот, поэтому, если выигрывает, выигрывает Байден, который ведет линию аккуратную поддержку, последовательную поддержку Украины, но на уровне том, который сегодня есть, и нужно будет убедить Байдена о том, что нужно эту помощь удвоить, возможно ли это? Думаю, возможно, вопрос, если побеждает Трамп, его высказывание в отношении, что он сейчас надавит на Украину и в течение двух дней война закончится, точно, а фактически, прекратив помощь, конечно, я думаю, что это популизм, но Байден не будет делать ничего конкретного, поскольку Конгресс очень силен в этом вопросе, и республиканцы, которые в том числе будут поддерживать Трампа на его позиции по избранию, они все равно будут требовать поддерживать Украину, но уровень поддержки, мне кажется, будет небольшим, и он будет всячески наманеврировать для того, чтобы заставить, как он выражается, европейские страны платить за свою безопасность. Европейские страны понимают это, они уже начинают инвестировать, причем сильно увеличить свои расходы, но для того, чтобы это сделать быстро, увеличить поддержку Украине, без Соединенных Штатов они не смогут, поэтому ситуация с Трампом будет гораздо хуже, чем с Байденом, я имею в виду с точки зрения скорости и объемов поддержки Украины. Большое спасибо за этот эфир, было очень интересно. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин